Власть заплатит за лояльность работающим пенсионерам по 245 рублей к выборам 2021-го. Политика. Пенсионная система 10 июля 8-8. Власть заплатит за лояльность работающим пенсионерам по 245 рублей к выборам 2021-го. Раньше этого срока индексации трудящимся ветеранам можно не ждать. Сергей Аксенов. Комментарии в просмотров 150-2215. Фото. Наколей Генезов. Global Look Press. Материал комментируют Евгений Корчега. После 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховых пенсий работающим пожилым гражданам, сообщают СМИ со ссылкой на Пенсионный фонд России. Отмечается, что автоматический перерасчет пенсий не следует путать с индексацией в соответствии с инфляцией, право на которую работающие пенсионеры были лишены в 2016 году, видимо из-за предстоящей пенсионной реформы. Раз они в состоянии трудиться, то на таких людях можно сэкономить, рассудили тогда в правительстве. Единственная коррекция, которой подвергаются выплаты работающим пенсионерам связана с учетом дополнительного трудового стажа и пенсионных баллов за очередной год. При этом прибавка не может быть выше стоимости трех пенсионных баллов. Поскольку стоимость одного балла для оформивших пенсию с 1 апреля 2017 года до конца того же года была 78,58 рубля, размер их прибавки в 2019 году не превысят 235,74 рубля в месяц. Если человек оформил пенсию в 2018 году, стоимость балла 81,49 рубля, прибавка составит 244,47 рубля. За эти деньги в ближайшем к редакции СП сетевом магазине можно купить 1 килограмм картофеля, 40 рублей, пачку макарон, 39 рублей, буханку хлеба, 36 рублей, 1 литр молока, 51 рубль, и 1 банку килек в томате, 63 рубля. Все. Докупить 1 килограмм гречки по 24 рубля уже не хватит. Читайте также. Три пенсионные реформы за 20 лет. Власть ищет новый способ, как ограбить россиян, чем закончится очередная операция по опустошению наших кошельков. Спасибо, Дмитрию Анатольевичу за щедрость, за пенсионную реформу в целом. Или кому там. Силуанову с Орешкиным. В то время как обычные пенсионеры хотя бы получали регулярную прибавку, сопоставимую с инфляцией, а начиная с 2019 года будут получать даже с ее опережением. В результате сумма их пенсии будет расти примерно на 1 тысячу рублей в год, пока не достигнет у 2024 году 20 тысяч рублей. Конечно, за этим наверняка стоит циничный расчет. Пенсионеры будут так рады и этим мизерным крохом с барского стола и на очередных президентских выборах вновь проголосуют за власть, как за своих благодетелей, надеются в Кремле, даже несмотря на пенсионную реформу. Но ведь работающие пенсионеры не имеют даже этих крох. При том, что работающих пенсионеры громадная электоральная сила. В 2018 году, по данным Росстата, их было 9,7 миллиона человек. Пренебрегать лояльностью такой массы избирателей как минимум недальновидно. Вопрос индексации выплат работающим пенсионерам систематически обсуждается на трехсторонней комиссии, профсоюзы, работодатели, исполнительная власть АВТ, рассказал нам руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олег Соколов. Каждый раз, когда заходит речь о безменениях в пенсионной системе, ФНПР всегда выдвигает этот тезис. То же самое мы делаем, когда обсуждаются бюджеты фондов. Индексацию пенсии работающим пенсионерам надо вернуть. Это наша позиция. СП, а работодатели, наверное, против. Кстати, работодатели не против. Они относятся к этому индифферентно. Это же не их деньги. Против, естественно, правительство. СП, но ведь у правительства нет собственных денег взносы платят работодатели. Конечно, индексация пенсии работающим пенсионерам может потребовать некоторого увеличения взносов. Такая логическая цепочка возможна. Но эта проблема глубоко не обсуждается. Мы просто говорим, что нужна индексация. Если же говорить о проблеме наполнения бюджета, то там есть куча всяких дырок, закрыв которые можно решить эту проблему. СП, например. Например, у нас много работников, которые либо не платят взносы, либо платят очень мало. Мы давно предлагаем разделить пенсионные системы. Система для адвокатов, нотариусов и других такого рода самозанятых должна быть отдельной, не связанной с общей системой. Второй момент правительства часто дает разные льготы. Например, на территориях опережающего развития для привлечения инвесторов. Как правило, им обнуляют страховые взносы. Инвесторы, как мы видим, особенно не идут, зато резиденты это используют для ухода от налогов. Формально Минфин должен компенсировать это трансфертами в ПФР. Но посчитать все это очень сложно. Видимо, суммы трансфертов должны быть больше, раз правительство само принимает такие решения, а потом говорит, что денег в ПФР нет. То есть те работники, кто добросовестно платят пенсионные взносы, работодатель здесь просто агент, он платит наши деньги, фактически субсидирует пенсии тех, кто не платит. Операция «Приемник». Каких изменений ждут россияне после ухода Путина? Патриотизм хорошо, но не менее важна социальная справедливость. Отсутствие индексации для работающих пенсионеров не привело к результату, на который рассчитывало государство. Многие пенсионеры уволились. Но чиновники полагают, что они продолжают работать, но делают это неофициально. Если в целом, то пока непонятно, будет ли индексация для трудящихся граждан на пенсии, либо они могут рассчитывать только на перерасчет. Поэтому будем ожидать новостей от правительства РФ. Однако, по мнению политолога Константина Калачева, раньше, чем через два года работающим пенсионерам индексация точно не светит. Покупать голоса работающих пенсионеров власти не торопится, потому что федеральных выборов в ближайшее время не предвидится. Ближайшие федеральные выборы в Госдуму только в 2021 году. СП, а сентябрьские они считаются. На региональных выборах регионы должны как-то сами справляться. Накопить и использовать ресурсы, чтобы получить нужный центру результат. Это их ответственность. Как они будут крутиться, никого не волнует. К тому же у нас выборы еще носят характер большого опроса. Они дают ответ на вопрос о температуре больного. Центр не прочь посмотреть, что будет на региональных выборах без каких-либо сверхусилий. Полагаю, что если результаты Единой России и провластных кандидатов продолжат снижаться, как в сентябре прошлого года, то будут искать сначала технологические решения. Например, изменение соотношения кандидатов от партии и мажоритариев. Вообще, наша власть действует рефлекторно. Есть угроза, есть реакция. Пока эта угроза не будет наглядной, можно ничего не делать. Превентивные меры это не про нас. А вот к выборам в Госдуму и президентским в 2024 году какие-то популярные решения будут. Даже если они лягут тяжелой ношей на федеральный бюджет. Новости России. Туристы на пляже в Крыму сделали страшную находку.